Всем привет! Меня зовут Нопольская Ксения, я преподаватель биологии. И было очень много вопросов про азотфиксаторов, нитрификаторов, кто что кушает, кто автотроф, кто гетеротроф. Судя по всему, нужно разбираться. Итак, давайте разбираться. В нашей атмосфере азота, ну, скажем так, дофига, 78%. Но! Это молекулярный азот. А атомы между собой имеют тройную связь. Они очень прочно соединены между собой и практически не вступают ни в какие реакции. А азот нам, живым организмам, очень нужен. Потому что азот входит в состав белков, нуклеиновых кислот и как бы без них там никуда. Поэтому давайте разбираться, как этот азот из атмосферы, вот эту недоступность тройной связью, нам, живым организмам, достать и включить в свой обмен веществ. Итак, ну, во-первых, азот из атмосферы умеем фиксировать мы, люди, с помощью химических заводов и нашей промышленности. Мы умеем делать удобрения азотные, ну и вообще в ногчу умеем. Но сейчас мы не об этом. Мы сейчас с вами поговорим про нормальную азотфиксацию, которой занимаются живые организмы в нашей биосфере. И это азотфиксирующие бактерии. Фиксировать азот из атмосферы умеют по-настоящему только азотфиксирующие прокариоты. Итак, давайте разбираться, кто же они у нас по способу питания. Автотрофы или гетеротрофы. Тут вообще какая-то полная путаница. Итак, бактериальная азотфиксация. Берем молекулярный азот, ну, не мы, конечно, бактерии, и переводят его в NH4+. Там с помощью специального фермента нитрогеназа. Но, в общем, смысл в том, чтобы порвать вот эту тройную связь и сделать NH3, нужно очень много энергии, потому что связь-то порвать сложно. Только вдумайтесь, для фиксации одной молекулы Н2 нужно 12 молекул АТФ. Ну, это как бы действительно много. То есть вы сейчас должны осознать, что реакция фиксации азота идет с затратой энергии. Любая, да, у любого органиста. Так вот, откуда берется эта энергия? Бактерии берут энергию для фиксации азота из органических соединений. То есть им нужны органические соединения. И теперь стоит вопрос, откуда они эти органические соединения возьмут? И тут у нас есть разные варианты. Бактерии, которые фиксируют азот, называются диазотрофами. То есть именно диазотрофы – это организмы, бактерии, прокриоты, которые могут фиксировать молекулярный азот из воздуха. Итак, диазотрофы на самом деле по способу питания бывают автотрофы и гетеротрофы. К гетеротрофам относят симбиотические бактерии. Это у нас как раз те самые клубеньковые бактерии, призобиум, которые вступают в симбиоз с бобовыми растениями. Но также есть и автотрофы. То есть диазотрофы бывают и автотрофами. Во-первых, конечно же, это фотосинтетики. Это те, кто занимается фотосинтезом. Цианобактерии, пурпурные бактерии, зеленые бактерии. То есть они с помощью фотосинтеза получают органические вещества, и эти органические вещества тратят на фиксацию азота. А также свободно живущие азотфиксаторы являются хемотрофами. Это у нас кластридии, это у нас азотобактер, это сульфатредукторы и так далее. То есть вот эти организмы, они используют хемосинтез для того, чтобы другие реакции синтезируют органические вещества. А потом эти органические вещества тратят на фиксацию азота. Вот такие дела. Таким образом, азотфиксирующие бактерии могут быть как гетеротрофами, так и автотрофами. Но важно, что в ЕГЭ, как правило, когда говорят про азотфиксирующие бактерии, имеют в виду клубеньковые. Вот те самые бактерии резомиум, клубеньковые, которые являются гетеротрофами. Они получают от растений органические вещества, и за счет этих органических веществ, которые получили от растений, они их тратят и на эту энергию фиксируют азот. А теперь давайте разберемся с нитрификацией. Нитрификация – это процесс перевода ионоаммония в NO2-, а потом в NO3-. И вот эта реакция идет с выделением энергии. И поэтому эту энергию, этой окислительно-восстановительной реакции, реакции окисления NH3, можно использовать в качестве энергии для хемосинтеза. Поэтому нитрифицирующие бактерии являются хемосинтетиками. Вот так. С азотфиксацией и нитрификацией мы с вами разобрались. Теперь давайте, в принципе, поговорим про цикл азота. Мы с вами знаем, что азот в виде молекулярной формы N2-0 не доступен для растений, для животных, и может фиксироваться азотфиксирующими бактериями. А какие же формы доступны для растений? Растения могут включать в свой метаболизм NH4+, форму, NO2- и NO3-, то есть аммонии, нитраты и нитриты. Эти вещества находятся в почве и фиксируются растениями в их реакции пластического обмена, в их ассимиляцию. Таким образом, растения включают эти вещества в свой обмен веществ, встроят свои белки, муклиновые кислоты, то есть получаются органические соединения. А дальше, там их могут есть растения, животные и так далее. А когда эта мертвая органика умирает, у нас запускается процесс аммонификации. Это когда мертвые органические соединения разлагаются бактериями гниения. Это и есть процесс аммонификации. Таким образом, если бактерии гниения едят мертвую органику, то мы автоматом говорим, что, конечно же, аммонификаторы – это гетеротрофы, потому что они едят мертвую органику. А еще есть очень важный процесс – это денитрификация. Денитрификация – это процесс, в результате которого NO2- переводят в обратно молекулярный азот. Этим занимаются бактерии-денитрификаторы. И, конечно же, реакции перевода NO3- в молекулярный азот идут с выделением энергии. И вот эта энергия тратится на хемосинтез. То есть в результате денитрификации образуется молекулярный азот, а вся энергия идет на синтез органических веществ. То есть денитрификаторы также являются хемотрофами. Азотфиксация, процесс фиксации молекулярного азота VNH4+, идет, эта реакция идет с затратой энергии. Азотфиксаторы бывают как автотрофы, так и гетеротрофы. Второе, значит, мы с вами говорим, что нитрификация, да, это процесс перевода NH4 в NO3- идет с выделением энергии. И все нитрификаторы хемотрофы. В дальнейшем у нас NH4+, NO2-, NO3- фиксируются растениями и синтезируются органические вещества. Аммонификация – это процесс разложения органических веществ до, опять, иона аммонии. Происходит с помощью бактерий-аммонификаторов и аммонификаторы все гетеротрофы. Также у нас есть процесс денитрификации, это процесс перевода NO3- в молекулярный азот. Эта реакция идет с выделением энергии, и все денитрификаторы являются хемотрофами. Вот так. Я надеюсь, стало понятней. Я надеюсь, вы разобрались, кто там автотрофы, кто гетеротрофы. Понравилось? Подписывайся, ставь лайк и приходи на курс.